Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорых дней и мамы, Господи, Сил, помилуй нас. Христос, воскресе! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом и о воскресшем Господе нашему Иисусе Христе. Доброго всем дня и хорошего настроения. Что-то вспомнилось, захотелось поделиться. На литургии в Великий Четверг, в день Тайной Вечери, прям всю службу присутствовала такая мысль, и даже не мысль, а прям какое-то сердечное чувство огромного умиления и благодарности Богу за то, что Он так возлюбил этот мир, что Он дал Сына Своего возлюбленного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что для нас Господь сделал всё, всё, что необходимо нам для достижения вечной жизни с Ним, нам дано. Но ключевым условием является любовь, любовь к нашему Господу. Наверное, каждый человек в жизни проживал, что такое любовь. Конечно, в идеале, и так Богом задумано, чтобы любовь рождалась в семье, чтобы человек почувствовал и любовь мамы, и любовь папы, и в сердце родилась ответная любовь. И это очень важно, это такая проекция, что человек, сыночек, доченька учатся любить папу, а потом сквозь папу он уже учится любить Бога, Бога как отца. И когда нарушено вот это жизненно важное отношение между отцом и его чадами, человеку очень сложно это прожить. Но как-то надо, как будто надо учиться заново. Есть опыт любви к мужу или к жене, к детям. И это очень важно, чтобы человек знал, что такое любовь. И когда он встречается с Богом, очень важно, чтобы в его сердце родилась любовь. Но для Бога это важно. Бог, он спрашивал Петра, Симон, ты любишь меня больше, чем они? Он говорит, да, Господи, я люблю тебя. И трижды Господь спрашивал, любишь ли ты? Ему действительно это важно. Настолько важно, что в другом месте Господь сказал, кто любит папу или маму, сына или дочку, мужа или жену больше, чем меня, тот не сможет быть со мною. Вы представляете, что сквозь земную любовь, сквозь земную жизнь мы должны, встретившись со Христом, Его полюбить. Всем сердцем, всем умом, всей волей своей, всей жизнью своей. Потому что только при этом условии вот эта натяжка тетивы и стрелы, полет сможет преодолеть ту пропасть, которая между нами и Богом образовалась через грехопадение первых людей. Вот эта любовь ко Христу, ее нужно искать, ее нужно выпрашивать у Бога. Научи меня, Боже, любить всем умом тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на мою многотрудную долю. Нужно просить Бога, чтобы Он дал сердцу, воле, уму познать эту любовь. Но для этого еще необходимы определенные действия. Ну, например, о своей любви Бог написал нам письмо. Он говорил, ученики записывали, и там все про любовь. И это письмо нужно узнать, нужно полюбить, читать каждый день слова о любви Бога к нам. И через эти слова мы будем соприкасаться с Его любовью, и наше сердце будет реагировать. Обязательно Его сладчайшее имя. Ведь когда человек кого-то любит, то самым прекрасным созвучием является имя любимого человека. И вот это сладчайшее слово «Иисусе, Иисусе, Сыне Божий», как можно чаще в уме, в сердце произносимое, оно тоже прививает к нашей душе любовь ко Христу, Его образ. Мы в храме за престольной иконой делаем образ Синайского Спаса. Ну, это давнее изображение Христа VI века. Оно такое немножко асимметричное, но непривычное. И вот кто-то говорит, ну, как вот он там на нас смотрит? А я смотрю и не вижу каких-то недостатков, за которые можно зацепиться. Ну, потому что, когда любишь человека, даже если его фотография в чём-то где-то нарушена, где-то не точно передала изображение, но ты же не в фотографию любовь стремляешь, это только напоминание о тебе. А потом любовь, она какие-то вещи просто покрывает. Несовершенства, недостатки. Любовь покрывает множество грехов. Но самое главное действие любви происходит в соединении двух любящих сердец, душ, телес. И вот нам Господь дал такое удивительное таинство, которое ни ангелы, ни Адам с Евой не имели там, будучи в раю. Господь нам себя отдаёт вснеть, Он переливает нам свою кровь, Он соединяет нас со своим божеством, Он делает нас причастниками божеского естества. И здесь, конечно, вершина любви. Ищите и найдёте. Стучите, отворят вам, просите, и дано будет вам. Не мерою даёт Господь любовь ищущим Его. Помогай нам всем, Господь.